Приветствую вас аноним. Вы знаете, ну поскольку в некоторой степени ситуация повторяется, да, в некоторой степени ситуация повторяется, то мы можем говорить о том, что имеет место быть некий сценарий родительский, вот, детско-родительский сценарий. А вот, скажем так, который вы, ну, постарается, вот. Что здесь, по сути, происходит? Я имею в виду в сценарии, что происходит, по сути. В сценарии происходит, по сути, то, что вы как-то изначально, с самого начала позиционируете себя как зависимого человека, как некую жертву, вот, к сожалению. Вот, и, соответственно, мужчина, ну, чувствует, чувствует, что вы, вот, в какой-то степени зависимы, да, зависимы от него. И, соответственно, чувствует вашу зависимость, человек, и может, а, позволить себе, а, ну, вот, такие вещи, как, а, ударить вас и всякое такое, к сожалению. Вот, вот это позиция жертвы. Это позиция жертвы. Именно жертвенная позиция, она мотивирует мужчин на то, чтобы, значит, ну, вот, поднимать руку, да, то есть вы, будучи жертвой, выбираете себе тирана. Связано это с тем, как вы себя воспринимаете, связано это с тем, что вы боитесь одиночества, связано это с тем, что вам нужны определенные рамки, к сожалению, к сожалению, к моему большому сожалению, вам нужны рамки, вот, то есть вы нуждаются в рамках, вы нуждаются в том, чтобы вас, ну, вот, как-то, как-то ограничивали, чтобы вас, как-то, ну, чтобы вам, как-то, вот, выставляли какие-то ограничения, в этом, не знаю, ну, есть некий элемент, я так полагаю, некий элемент, эм, некий элемент мазохизма, возможно, то есть это такая вот мазихистическая позиция, к сожалению, да, вот, пусть это и не самая лучшая история, Пусть это вам очевидно, что вам это не нравится, очевидно, что вам это не понравится, то что я скажу. Но правда остается без правды и суть остается от этого сутью, что вам достаточно просто изучить, да, треугольные карты, чтобы понять то, о чем я говорю. Вот, ну достаточно просто этот момент для себя, ну, как-то вот выделить, 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 вот, и всё. Я думаю, что вы увидите, что всё дело именно вот в этом, в том, что вы чувствуете себя жертвой, в том, что вы позиционируете себя как жертвой, и, соответственно, такая история, такая, из-за этого такая история и происходит, к сожалению. Вот, можно это, можно ли это подкорректировать? Да, конечно можно, конечно можно это подкорректировать, безусловно. Вот, но для этого требуется определенная работа, в первую очередь, в первую очередь, заработать самооценкой. Вот, с принятием на себя личной ответственности, да, то есть, ну вот, опять же, я не говорю, что вы виноваты, в том, что происходит, я так не считаю, но, ситуация заключается в том, что, по факту, по факту, мужчина вам, ну, много раз говорил, что, как бы, ну, он не может, он не может общаться с вами, а, вот, ну, допустим, допустим, вот в таком ключе, в каком, каком вы хотите, чтобы он с вами общался, вот, у него это не получается, для него нет такой возможности общаться с вами в таком ключе. Человек новый, 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 вы требуете от него такого общаться. Вот, это, конечно, ошибка. Как, и, ну, тут дело в том, что, вы понимаете, вы же, вот, когда обижаетесь, да, вот, вы, когда чувствуете обиду, вы, как бы, не берете ответственность на себя за обиду. То есть, вы считаете, что человек вас обижает. Да, на самом деле вас обижает не человек, а вы, как бы, как бы, ну, сами обижаетесь. Вот, и ваша, наверное, задача заключается в том, чтобы понять, что именно вас обижают, что именно вас задевают, что именно, что именно. Вот, и эти вещи тоже проработать, чтобы, ну, в этом не были зависимы, там, от, допустим, мужчин, да, чтобы не были зависимы от мужчин. Вот, потому что, ну, понятно, что вас это делает, вас это делает достаточно, ну, довольно уязвимо, да. Вот, такая вот, в принципе, в принципе, здесь ситуация, такой здесь, в принципе, момент, вот, то, что я могу вам сказать. Опираясь, опять же, на то, что вы, значит, на то, что вы поислили, вот, опираясь на то, что вы рассказали, вот. То есть, ну, это, ну, это, довольно распространенная история, когда, вот, женщина снова выбирает себе мужчин, которые относятся к ней, ну, вот, примерно, так, как вот к вам относится ваш мужчина. Вот, приятного этого, безусловно, мало, но суть в том, что вы сами выбираете таких людей, да, вот, потому что хотите ограничений. Вот, а вот желание ограничений, почему, как, как получается, что вы хотите, вы хотите ограничений. Это уже интересно, потому что вы не доверяете себе. И, соответственно, в этом, как бы, вся суть заключается, в этом заключается вся суть. Вот, если человек себе не доверяет, а в данном случае, я полагаю, что вы себе не доверяете, вот, то, ну, совершенно, совершенно, нечем удивляться, что вам нужны какие-то ограничения. И вам, вот, собственно говоря, вам и дают эти ограничения, вот, в крат, мужчины, вот, через такой вот, ну, через такой вот, через такое отношение к вам, вот, скажем так. Вот, то есть, ваша проблема в том, что вы боитесь одиночества, да, что вы, вот, не чувствуете себя с моносядочным, что вы, ну, что вы не можете одна, что вы, вот, уверены, вы знаете, что вы не можете быть одна в этом, в этом, в этом проблеме. Ну, точнее, как, одна из проблем, одна из проблем, одна из проблем, понимаете, ну, тут вот, это такая глобальная проблема, да, на поверхности, что тебе, ну, в своё взгляд, состоит из нескольких более таких глубоких, более глубинных проблем, проблематиков. Вот, и, соответственно, отвечая вам на вопрос, почему человек позволит себе такое, что вы демонстрировали, что вам так можно. Можно просто меня не любят, но, ну, видите, вот, у вас, как, такая вот немножко, согласитесь, эм, немного, ну, немного детская позиция, что ли, да, то есть, человек государил, а вы говорите про то, что он вас там, любит или не любит. Да, то есть, это вот, ну, ну, я бы сказал, я бы сказал, да, в какую степень, степень это такая, детская позиция. И она, опять же, не случайно, что детская позиция, детская позиция не случайно, потому что она, действительно, действительно, то, что вас волнует, действительно. Действительно, в общем, вас это действительно беспокоит, что вас не любят. То есть вы хотите любви, вы ищете любви, вы просите любви. Вот. И, ну, надо сказать, что, как бы, раз вы её просите, ну, вот, как бы, вы получаете что-то, да. Ну, не совсем, конечно, то, что вы хотели, да, не совсем. Что вы хотели, то, понятно, немножко, ну, немножко другое, вы бы хотели немножко другого. Ну, что вы бы хотели, чтобы к вам относились, ну, более, так скажем, корректно, более корректно вы хотели бы к вам относились, но проблема в том, что, чтобы к вам относились корректно, не корректно, если вы любили себя, да, если бы, если бы вы себя любили, то, ну, вот, таких бы проблем бы у вас не было. Вот. Вы, к сожалению, вы к себе относитесь к таким далеко не самым лучшим образом, вот. Потому что, ну, вы считаете, что вы не сможете, ну, вы не можете быть одна, вы считаете так-так, и это зависимость, а зависимостью люди пользуются, вот. И, опять же, пользуются не потому, что они, там, знаете, какие-то вот плохие обязательно, вот. Нет, а просто потому, что, если есть возможность, то люди это делают, вот. И, все, такова человеческая природа, как бы. Вот. Поэтому, ну, да, это, это неприятно, я с вами, с вами здесь все целиком и полностью согласен, что это не, что это неприятно, Но, тем не менее, тем не менее, вы, вот, в том числе, вы ответственны, в какой-то степени, да, за то, что с вами в том числе происходит. Вот. И вы же, соответственно, соответственно, вы же можете это изменить при желании, вы можете это изменить, сделать так, чтобы этого больше не было, чтобы никто, никто не позвонил, ну, значит, себе, с вами, так взаимодействовать. Вот. Но, для этого у меня колибра будет у нас с тобой. Вот. А что можно сказать еще? Траконик карбана здесь я очень рекомендую вам изучить, потому что это то, что с вами происходит. Да? Вот. Рекомендую вам изучить Траконик карбана. Вот. Потому что вы увидите просто немножко лучше себя. Вот. Вот. И вы увидите как так получается, что вы снова и снова оказываетесь вот в таких отношениях, в которых вы, ну, я уверен, оказывается это случайно не хотите. Вот. То есть это уже не случайность. Вот. То, что вы снова и снова попадаете в такие вот ситуации. Вот. Вот. Поэтому так. Я думаю, что, ну, примерно так вам можно ответить на вопросы, которые вы задаете. Вот. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация разрешится, берегите себя, заботитесь о себе и все у вас в общем и целом тогда будет порядком. Дальше вам еще раз.